Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, как я люблю говорить, я уже не планировала записывать. На самом деле, по мне это и видно, и решила я не переодеваться. То я все время говорю, я не планирую записывать, а в итоге записываю. Смонтировала два прекрасных видео, мы только что вернулись из Паду. И открываю ваши прекрасные комментарии. Большое всем спасибо за поздравления с 8 марта. Взаимно всех зрителей, конечно же, поздравляю. И вижу вопросы. Яна, вы находитесь в красной зоне. Что вы по этому поводу можете сказать, и что вы чувствуете, как у вас дела? Я открываю интернет, я захожу на портал Паду и города Паду. И оказывается, что да, с этого дня, прямо-таки с 8 числа информация от 8 марта. Сейчас примерно 5 часов вечера 8 марта. И я поняла, что мы находимся, по всей видимости, я не знаю, в красной зоне или нет, я не совсем поняла. Потому что, возможно, этого понятия официально не существует. И что это значит? Но давайте сначала я вам все-таки расскажу. Обязательно посмотрите влоги. Там будет много красивых витрин, там будет много красиво одетых людей. Там будет много солнца, очень много красивых видов. Мне часто говорят, Яна, вы живете в такой красивой стране, а снимаете одни шмоточки. Будет очень красивое видео, их, наверное, 3 или 4 даже выйдет. И потом, скорее всего, я снова поеду в Паду на собственной машине. Я не вижу проблем приехать в Паду, припарковаться и сделать какие-то красивые обзоры, сделать какие-то красивые съемки. Сейчас Падуя прекрасно, как никогда, потому что она действительно пустынна. Меньше ли людей на улицах? Абсолютно и совершенно точно да. Ходят ли люди в масках? Нет, я не встречала людей в масках. И не встречала. Не знаю почему. Более того, мы сегодня даже смогли пообедать, потому что мы сели на улице. И как и предусмотрено декретом, новым декретом, не скажу вам от какого числа он, необходимо обеспечить всем владельцам тех или иных публичных мест, где публичный точек питания, необходимо обеспечить между столиками расстояние 1 метр. Поскольку расстояние было обеспечено, и это сейчас будет все проверяться и контролироваться, ну там на глаз можно было увидеть, что да, 1 метр есть. Мы сели и поели под прекрасным итальянским солнцем. Конечно же, есть всегда риск, что кто-то позитивно чихнет на твою еду, но в целом как-то люди достаточно спокойны все. Более того, мы встретили семью с детьми, и мы их хорошо знаем, они тоже каждое воскресенье едят в этом месте. И вот они тоже вышли. И вчера в пастичере, и все время у меня убегает русское слово. Это получается там, где пекут вкусные вещи, тортики и пирожные. Не гастрономия все время, а кондитерская. В кондитерской я тоже встретила очень много мамочек. Они мне сказали, а мы ездим в Падую. Ну, конечно же, мы никуда не заходим, но мы гуляем в Падую. А у обеих этих мамочек, которых я встретила, очень хорошо знаю, у нас дети в сад, ходят старшие вместе. А у них новорожденные дети еще при всем при этом. То есть вот мамочки гуляют в Падую. И что для нас это значит, для жителей Падуи? Это значит, что нам не рекомендовано, внимание, не рекомендовано перемещаться за пределы провинции Падуи. Будут ли нам запрещать, я не совсем уверена. Мы имеем дом на море, который находится в другой провинции, это Венеция. И я думаю, что мы без труда сможем туда выехать, потому что, ну, не знаю, если там кран прорвало, и это наша собственность, мы должны позаботиться о ней, и о том, чтобы наша собственность никому не причинила ущерба. Я думаю, что, в общем-то, без проблем мы сможем выехать. Написано, что если вы живете в Падую, вы без проблем сможете вернуться. Если у вас есть так называемая здесь резиденция, то есть это прописка, либо домичилио, это просто вот вы живете где-то, но резиденция, прописка у вас в другом месте. На русском языке нет такого понятия. Соответственно, вот как-то все достаточно лояльно и обтекаемо. Закрываются, закрываются, наконец-то, наверное, закроются все, извините, песчины, это получается, все бассейны закроются, закроются все спортивные залы и такие подобные места. Их закрывают. Людей, у которых температура свыше 37,5 градусов, призывают оставаться дома, не перемещаться за пределы своего жилища, звонить доктору, звонить, указаны специальные телефоны, консультироваться, что сделать, что нужно сделать. И, в общем-то, при первых признаках именно простуды, то есть кашель, насморк, чихание, оставаться дома. Это первая рекомендация, именно оставаться дома. Не как свою жизнь спасать и себя спасать, куда звонить и куда ехать, а именно рекомендация все-таки оставаться дома, она основная, она звучит очень-очень четко. Рекомендуют всем мыть руки, прекратить целоваться двумя классическими, здороваться, точнее, двумя классическими итальянскими поцелуями. И, в общем-то, из новостей еще также, также, что рестораны и бары будут теперь работать с 6 утра до 18 вечера. Интересно, какие тут бары с 6 утра работают, ну ладно, с 6 утра до 18 вечера. И мне прям-таки очень-очень интересно, завтра барчик-то у нас под домом все время, я его показываю, будет ли он работать. Кстати, я с соседями недавно со своими разговаривала, они тоже достаточно легко относятся к ситуации, ну, достаточно легко, потому что мы все боимся, мы все люди, у нас есть дети. У кого-то есть маленькие дети, у кого-то есть дети постарше, но уже находятся в возрасте, которые являются самым, скажем так, неблагоприятным для того, чтобы переболеть подобным вирусом. И, тем не менее, многие люди все-таки шутят, и достаточно в хорошем, позитивном настрое. Я спросила, а почему бар у нас не закроют? Ведь вроде как должны были закрыть уже давно. На что мне справедливо пошутили, что там, в общем-то, все спиртуется постоянно, и происходит постоянная дезинфекция гортани. Уж не знаю, так или нет. Поэтому, возможно, я так того, что бар как раз-таки у нас не закроют. Что еще из новостей? Ну, не знаю, прямо такие правды, так будет или нет. Но говорят, что необходимо прямо-таки директива закрывать все крупные торговые центры, в том числе, я так поняла, супермаркеты, в дни, получается, воскресенья, а также в дни, которые будут попадать на праздники, а ближайшие праздники – это Пасха. Ну и, конечно же, большую новостью, большую новостью для нас, всех жителей этого региона, и не только этого, насколько я поняла, является то, что до 3 апреля закрываются все дошкольные и школьные учреждения. Дети учатся дома. Как дети учатся дома? Организованы ли уроки через компьютер? Я могу сказать, что нет, не организованы. По крайней мере, пока, возможно, никто не расценивал ситуацию как такую серьезную. Мы уже распечатали такое количество домашних заданий на обоих старших детей и продолжаем распечатывать. То есть домашние задания приходят регулярно. Безусловно, у детей возникнет серьезное отставание в программе. Как все это будет решаться, пока непонятно. Но Габриэль на следующей неделе должен начать уже онлайн уроки со своим классом. Как все это будет происходить, пока тоже непонятно. Пока дан линк, по которому нужно перейти и посмотреть. Точнее, линк, по нему нужно перейти в определенный момент. То есть, когда, видимо, урок начнется. Как все это будет происходить, мне тоже не очень ясно. Тем более, что дети достаточно маленькие. Это Егор, представляю, в свои 14 лет может заниматься онлайн с преподавателем. Как это могут делать дети, мне не совсем представляется. Ну и, в общем-то, вот такие новости. Больше никаких новостей, по большому счету, нет. Кроме тех, что уже были. Кроме тех ограничений, которые были наложены. Но, на мой взгляд, как-то не совсем все соблюдается. То ли потому, что недооценивают ситуацию. То ли потому, что нет такой серьезной угрозы. Очень сложно сказать. И будут рынки или нет. Во вторник, сегодня воскресенье, во вторник мы посмотрим. Мне прямо-таки даже интересно. Ну и как-то так продолжаем жить дальше. Единственное, что я хотела сказать и не сказала в своем прошлом видео, где я влог делала из машины, я себя плохо чувствовала. Только вышла от своего лечащего врача. Я хотела сказать, что к своему приятному удивлению, я дозвонилась до врача, точнее до секретаря со второго раза. То есть одно ожидание было длинным. Я сбросила, второй раз позвонила буквально через 3 минуты. И мне ответили. То есть очень-очень быстро. А до своего врача, который в итоге принял меня без записи, то есть была возможность принять меня без записи, потому что у меня были показания, он ответил мне на... Я перезвонила ему на мобильный телефон, он ответил мне в моменте. То есть вот никакого такого аврала я не почувствовала. В том, что касается паники, когда люди звонят и спрашивают, а что мне делать, вот у меня температура и так далее. Точно так же, как и я рассказывала, педиатр отвечает в момент приема, ты с ребенком, и педиатр отвечает другим мамам, которые звонят с какими-то важными симптомами и с экстренными показателями. Точно так же и взрослый врач, медико-де-базо, он тоже отвечает на подобные, на подобные звонки просто для того, чтобы сориентировать человека, ждать до следующего дня, либо перезвонить, либо приехать, вот в ближайшее время. Созвоня секретарем, да что ж такое волосы у меня сегодня. И могу сказать, что за время моего приема, он длился примерно 15 минут, никто доктора не побеспокоил. Поэтому вот такие новости, новости по большому счету я скорее узнаю от вас. Еще был у меня очень интересный вопрос задан. Яна, запасаетесь ли вы едой? Нет, едой мы тоже не запасаемся. Я вообще в этом не вижу пока смысла, потому что, ну даже если все исчезнет из супермаркетов, я думаю, что итальянское государство позаботится о нас, жителях региона, региона, который находится в такой интересной ситуации, в таком деликатном положении, я думаю, что все-таки продуктами нас обеспечит. Ну и плюс, я рассказывала и показывала неоднократно, что у нас очень много риса, очень много макаронных изделий из муки грубого помола, поэтому, в общем-то, я уже совершенно точно не переживаю за то, что вдруг мы окажемся без еды. Желаю всем позитивного настроя, здоровья, конечно же, прежде всего здоровья, никому не болеть. И я надеюсь, что всем нам желаю, чтобы скорее всего это оказалось в прошлом. Это была Яна Скворцова, увидимся очень скоро. Всем пока-пока.